Всем привет! Мы находимся в Санкт-Петербурге, на Финском заливе. В таком интересном формате мы сегодня решили записать передачу «Ловля корешки». Виталик, как человек, который первый раз ловит эту рыбу и видит эту рыбалку, я не могу сказать, что великий специалист, несколько раз выезжал на эту рыбалку. В принципе, имею представление. Мы подготовились и попытаемся не каким-то особым методом научить, как поймать 100 кг корешки, нет. Мы просто будем ловить ее, ну и показывать, как этот процесс вообще происходит. А я буду получать удовольствие и делиться с вами своими впечатлениями. Мы отошли дальше всех, за нами практически никого нет, и там чистая вода. Браток идет, и корабли ходят. Надеюсь, что не только будет с рыбой, но еще и живописно. Все-таки это морской путь, и корабли зимой-летом ходят здесь. Ну и чтобы никому не мешать, потому что здесь целый город, наверное. Вообще вдоль дамбы это просто пол Петербурга сидит, поэтому потихонечку в уголочек мы зажались. А тебе интересно, Италь? Ну да, мне интересно. А ты чувствуешь? А запах у него прям такой, как будто огурец из лунки достал свежий, почищенный. Так, сколько мы сегодня с тобой должны поймать, чтобы ты доволен был? Ну, пару килл, домой-то надо попробовать, еще, чтобы это зажарить. Пару килл – это не серьезно. Что, 10? Ну, хотя бы килограмм по 5. Давай. Давай. Давай, хорошо. Первое, что мы должны сделать тогда, подготовить лунки, подготовить удочки. Да, в общем-то и все. Мясо нарезать. Мясо нарезать, но будем экспериментировать. Еще у вас прикормка есть. А, точно. Куда донышники без прикормки. То есть, экспериментальная прикормка корешина, но должны посмотреть, что получится. Ну, кстати, с ней откроет вот. Лунку единственную закормили, и с ней прям как из пулемета из единственного. Ну, давай мы сделаем статистику прямо, чтобы там через одну посмотрим, как плевать будет. Виталь, пошли сверлить лунки. Да, пошли. Мы пришли на чистое поле. Ну, участок метра 20, наверное, в диаметре. Виталь, нам нужно просто видеть так, чтобы, когда удочку откидывать, чтобы леска просто не запуталась. Чтобы леска улетала поверх. Да, давай прям вот. 5. Давай 5. Хорошо. Ты знаешь, что есть на корешку нельзя откидывать как леску, шугу, а вот просто аккуратненько складывать ее по ветру, чтобы поставить в ней удочку. Да, сантиметров 50, да, сантиметров 50, но я побольше, 60-80, наверное, до метра. Клёв будет плохой, можно расшириться, там, больше метра делать между лунками. Хороший клёв, близко, чтобы не бегать. Есть, все. Так, у тебя черпачок-то есть? А зачем он уже? А рак-то шугу больше надо. А зачем мы ее будем лыть? Да, надо вообще. А зачем? Да, приди-то так. Да, нет, зачем? У нас же не поплавок, ничего. Не, не надо. Тебя корешку продирать будешь, у тебя там соскочит. Не, не, надо почистить. Надо почистить аккуратненько. Сегодня там тепло, в общем. Ну и разложим. Давай. Надо рассказать несколько слов о снасте. Это очень простые удочки. С барабаном, кивком, таким, не спортивным совсем, с яркой, либо шариком, либо просто с ярким окончанием. Это для того, чтобы просто было с далека видно. Значит, леску я поставил 0,28. Обычно ставят 0,26, 0,28, 0,3. Там, кто во что гораст. Тут главная задача у лески такая, что она не должна путаться. Должна быть жесткая. И, кстати, я вот поэтому взял новую серию лесок Black Sensor. Она вообще не имеет никакой растяжимости. Будет показывать поклевку, я думаю, что очень хорошо. Но это можно любой абсолютно, любой фидер-мач использовать. В общем, любую леску цветные. Многие используют флуоресцентные желтые, которые тоже на снегу видны. Я подготовил такие оснастки на фидерных мотовильцах. Три мормышечки. Удочки не подготовлены, поэтому я хотел их собрать здесь. Поэтому подготовил такие оснастки. Обычно удочки готовят дома. Если я буду соединять на мотовильце участок где-то метр-метр двадцать с тремя мормышками, и теперь в петельку привязываем к основной леске и распутываем нашу снасть. И тут у меня мормышечки. Профессиональные. Он, кстати, похвастался за кадром, что у него профессиональные такие мормышки именно на корешках. Ручной работой. Если можно назвать их вообще профессиональная рыбалка. Ну, я имею в виду, что вообще ловля. Там суперские крючки стоят. Так, петелечками тоже сюда подцепляю грузик где-то грамм двадцать, наверное. Двадцать. Двадцать. Правильно. Я предполагаю, чтобы просто быстрее это все доходило до дна, потому что глубины не маленькие. И как в мормышке, нам тут нечего... В общем-то, и снасть готова. Да. Так, у меня мормышечки на поводочках навязаны, флюрокарбоновых наших. Где-то от сколько, сантиметра четыре, наверное, да? Пять до пяти сантиметров. Ну, пять сантиметров. Ну, и располагается так, одна мормышка в дна, одна в серединке, где-то сантиметров, наверное, тридцать пять-сорок. И потом еще одна сантиметра в шестидесяти. Посмотреть, как вот мы сейчас смотрели, холод, рыба, кстати, по горизонтам стоит. Ну, она, да, на метр от 1 стоит. Так, теперь в кармане храню нарезанные уже кусочки карася или карпа. Сейчас у меня карп. Карася не получилось купить? Вот почему плохо клеет. Почему? Из-за карп? Да. Так можно нарезать корешку, кстати, и популярная корешка цепляет, и окунь цепляет. Такие квадратики из мяса нарезанные. А я еще попробую опарышу насладить. О, опарыш тоже говорит ловит. А? Тоже говорят ловит и варш. Ну, а в чем-нибудь отвратительно вонючая вещь, шевелящаяся. Я думаю, рыбе должна понравиться. Так. Мормышки, кстати, используют здесь чаще всего светящиеся. Ну, или комбинации с несветящимися. И опускаем. И сразу же сейчас будет поклевка. Сейчас? Сразу же? Думаешь? Конечно. Да. Тут, наверное, метров 7, да? По ощущениям. А у Димона вот пупок. Да. Или у него не это пупок? У Димона сейчас и клюет. Так. И теперь ставим удочку вот в нашу горочку. Так, чтобы груз лежал на дне. А кивочек не был под грузом прямо согнут. Как это получается? На 90 градусов, да? Ну, сильно, да. Да. А то как раз вот на градусов на 45 он получает. И поклевочки тогда видны. Ну, и, в общем, расставляем следующий. Да, чистить там остальное. Я уже почистил. Почистил все? Куда ты успел? Ну, кстати, когда корешка, вот на свежее место приходишь, частенько корешка сразу берет. Ну, и там быстро, а потом. А потом надо кормить. Да. Кормить? Ну, не знаю. Мне кажется, что ждать. А еще в корешке, Виталий, знаешь, что? Очень часто перемещаются. Довольно часто перемещаются. Не клюет в одном месте. Отошел там на какое-то расстояние. Раз, заклевало. Какая-то изменяя рельефа. И получилась клевая точка. Но это надо иметь большой опыт, чтобы быстро идти. Понимать. Да, чтобы понимать это. А я бы, знаешь, что бы сейчас сделал бы еще? Мы сейчас кормить будем. Я не могу понять, куда здесь течение идет. Но мне кажется, что мы правильно встали. И не только по ветру, но и по течению. И если мы сейчас экспериментировать с тобой будем с прикормкой, то чтобы не было, значит, от правой кривой лунки вот этого движения, ну, с носа прикормки, так, чтобы мы через одну и по течению. Был бы, наверное, самый чистый эксперимент был. Так, пошли к следующей, наверное. Вот так прямо она не бросилась на нашу насадку. Решили закормить с Виталиком, как вы планировали, через одну кормушечку небольшую. Прикормочка – это экспериментальная серия, которая уже на выходе к продаже практически. Это прикормка исключительно на корышку. Взяли несколько компонентов, такие, как креветочная мука, такие морские компоненты, высушили их и перемололи. И получилась такая своеобразная прикормка красноватого цвета под креветку. И на дно все. Надо проверить, вообще работает она. Не работает. Что-то мне так кажется, что должна быть. Самое главное, самое главное. Он экспериментирует на моих лунках, не на своих. Ну, Виталик, если ты ничего не поймаешь, это же не страшно. Ну да, здесь можно сказать, что я просто не умею ловить. Так, по две кормушечки запульну туда. Ух ты, испочкал, как все вокруг лунки. Так, в дно. Чтобы она легла на дно. Есть. Короче, я сегодня точно не половлю. Не половишь, половишь. Тут все эксперименты проходят над моими лунками. За корм. Так. Шугу почистить, потоптаться около нее, покричать. Вперед, вперед. Время. Ловить надо. Виталик, тебе пятеру надо набрать сегодня. О, пять рыбок я поймал. Нет, какой пять рыбок ты че? Ну, говорят, днем стихает. Рыбалка немножко. Надо было ночью приезжать, значит. Можно на ночь остаться. Вас все равно сегодня жить нигде. Как-то нигде. А где вы будете жить? В гостинице. И домой поедем. Вас уже выселили. Нет, в другое. Готово. Ааа, стой! Стой! Тай, поймал? Да. Можно съесть прямо здесь. При этом аппетита. Да, но мы этого делать не будем. Ну, что, Тай, как у тебя? Ну, пока не особо. Вроде что-то поклевывает, но... Я смотрю, у тебя тоже так набегом. Я набегом сейчас стою, вообще ничего. Ну да, она подходит. Три постоянно клевала. Она подходит и уходит быстро почему-то. А то, что ты закормил выше по течению, был какой-то эффект? Видишь это? О, поймал? Да, должно. У тебя повеселее как-то клюет, я смотрю. Оп! Ну, я вот как раз, вот выше закормил по течению лунку. Сносит прикормку и, скорее всего, рыба вот на это реагирует. О, что-то у меня так начинает шевелеть. А у меня вот здесь закормлена лунка. И получается течение, куда она идет. Тут примерно в таком направлении. Ну, в центр удочек. Но прямо такого вот эффекта. Когда закормился, был. Подыграю чуть-чуть. Когда закормился, был. А сейчас нет. Но еще и серия дальше есть. И там клюет. Там было вообще хорошо клевало. Он что-то близко корманулся, не знаю. Прямо вот затишье. Во-во-во, давай-давай. Оп. Ты меня, может, не пускаешь. Просто корешку ко мне. Это Виталик. Встал со моей спиной по течению. Ну, и как раз прокормился. Сколько у меня луночек? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Облавливаю сам-санно себя. Учителя облавливаю. Да, восемь луночек, да, против. А у тебя сколько, Виталик? У меня семь. А, ты пять поставил, потом еще две докормился, что ли? Да, по-моему, еще две добавил. Ах ты, Хапуга. Наверное, тебе оператор заказал. Еще пару килограмм себе. Давай, а то Алексей тебя не простит. Не попадешь в кадр. Да. Надо бы, наверное, поменять. Мне насадочку пройти. Свежачка поставить. Да, вот свежачок лучше работает. Дай-ка я быстренько. Кстати, я еще вот увидел минус кобылок. Они очень легкие, их тяжело зафиксировать в нужном положении. Так, а кобылки, это самая ходовая здесь, кстати, улочка на корешке. Ну, не знаю, мне больше нравится вот, которая крутится. Они тяжелые, и они лучше стоят. То есть, я их выбросил, и все, и они в противовес сами стоят. А кобылку постоянно поджимать надо. Так, ты только что оскорбил две трети питерских корешатников. Своими высказываниями по поводу удочек. Ругайтесь на Виталика в комментариях. Не надо на меня ругаться. Просто у каждого свое видение. Я вот увидел, что у тех удочек есть преимущество. А еще здесь можно использовать такие вот, как используют на платных водоемах при ловле форели. Такие буберанги, треугольники. Вот они вообще шикарно здесь зашли. Не надо было бы городить вот эти вот из снега насыпи. Там просто раз поставил, и все стояло бы шикарно. Так, пошел, пошел. Московскую тему толкать. Опыт-то приходит, приходит во время рыбалки-то. Учимся. Поэтому это все неправильно. Можно сделать намного все лучше, и будет намного удобнее. Ах ты ж. Сейчас достал удочку, а тут три крючка пустых. А я сижу, жду. Как так? Я даже поклевки-то не видел. Вяз, мы видим. Ледокол к нам, я не знаю, какой. Плывет прямо на нас. Ну не на нас уж, не надо. Ну прямо практически на нас. Там крайник-то точно сейчас застанет. Хорошо идет. Да, сейчас тут точно колыхнет нас. Летай. А? Ты хотел экстрима? Не, не хотел. Не хотел? Привет, друзья. Я запыхался, устал. Первый раз попал на рыбалку, на корюшку. И тут вот только что был подход ее видна, стайка какая-то. Но я только начал на все удочки просто клевать. Я туда-сюда. Ну в итоге вот за, грубо говоря, за серию поклевок. Раз, два, три. Ну 8 штучек я поймал. А поклевок было немерено. А вот еще целая работа, а не рыбалка. Я чувствую, что завтра просто не встану. Эх, по-моему, убежал. Не, во, сидит. Я даже уже мотыльницу повесил и туда карасей положил, чтобы было удобнее и быстрее доставать. Все ради добычи. Куда денешь потом? Съем рыбу. Куда ее делаешь? Шкурюшка. Мне сказали, что это самая вкусная рыба, которая водится в Питере. Сказали, что ее надо пожарить в масле до хрустящей корочки. Я сейчас взорвусь. Просто добыча. О, вроде притих немножко хлев. О, у меня уже ноги, все, болит. У меня уже ноги трясутся. А, клюет. Я уже как дед передвигаюсь. Взял. Взял. Нужна вечером срочная будет реабилитация. Лечение. Я даже не знаю, что надо будет. Я думаю, тут массажем не обойтись. Нужно будет что-то более серьезное. Просто лежать на диване, мне кажется. Но мне кажется, если ездить неделю на корюшку, вес хорошо сбросишь. А если год, победишь. Чемпионат мира по бодибилдингу. Самое плохое, что ты иногда просто так бегаешь. На каждую. Давайте, давайте. Ловите мне рыбу. Ловите. Я ведь все пробурил. Забурил, перебурил. О, на Сашину клюет, наконец-то. Первый раз. Ты то бросила. Я не представляю, как здесь можно 5 килограмм поймать рыбы. Точнее, представляешь. Я представляю, но ты вечером будешь вот так ползти мне в машину. Вот так, как, я не знаю что, у тебя будут мышцы, судороги будут вот так вот. Рыбалка на корюшку не для слабаков. Спасибо за внимание. С вами Устал, Сипцов Юрий. О, клюет. Опять. Виталий, ты какие-нибудь такие фишки опытным глазом заметил? По рыбалке. По крайней мере, как минимум снасти я бы переделал 100%. Вот уже сейчас понимаешь, что надо делать. Я бы, скорее всего, под заказ какие-то мормышки с нормальными крючками, потому что вот эти все крючки, это вообще... Да, крючки тоже важны. Очень, очень плохие крючки. Ну, это то, что касается снасти. То, что касается... Скорее всего бы по-другому все это смонтировать можно, более эффективно. Потому что реализация, грубо говоря, процентов 20. Если довести процентов до 60 реализацию, это только снастями. Ну, легко можно, если бы поработать, сделать. Перенасаживаю. А, удочка, удочка улетает. Опа, оба, оба. Чуть не улетела, кошмар. О-о-о-о, и тут клюет. Ну, давай. Ну. Что-то очень маленькое, по-моему. И там клюет. Елки. О, пошла тема, пошла. Бегаем. О, сейчас волна пойдет. Да корабль же проходил один. О, такого еще не было. Ну что, бежим? Спасай оборудование, Алексей. Что, реально сильно волна будет? Да нет, ну, не больше метра. Леша оператор очень настаивал, что сегодня все оказались в кадре. Поэтому я расскажу, чем я занимался я. Для меня рыбалка на корюшку на заливе, это не роскошь. Я живу недалеко отсюда. Могу сюда ездить и ловить ее сколько захочется. Ну, сегодня больше мне хотелось понаблюдать, как ребята, которые первый раз вступили на лед Финского залива, пытаются ловить корюшку, бегают, занимаются фитнесом, критикуют снасти, ищут подходы, пробуют кормить прикормкой. Вообще, сегодня все в кучу. Я немножечко половил на обычной удочке. Мне немножко надоело, и я решил поэкспериментировать. Собрал две удочки, одну с поплывочком, просто вместо крючка повесил мормышечку. И вторую, обычную зимнюю удочку с кивком, которую тоже оснастил мормыхой. Вот, сейчас пытаюсь адаптироваться, понять, как это все делать. Преследую я чисто такой исследовательский интерес. Сейчас, понятное дело, что эта снасть не даст обалденного результата в плане количества рыбы, но увидеть, как корюшка сгибает кивок, что я сейчас прям вижу, это очень круто. Но я не могу подсечь, надо разобираться. Но поклевки есть. Есть, что ли? Да ну нахуй. Да, есть. Прикинь. Я всек. Ух, сошла. Только что сошла. Ёлки-палки. Блин, я реально ее всек. Лех, это стопудово было. Опа. Сменил место вот с тремя удочками. К Юре перешел, но тут веселее. Немножко. Смысл есть. Ах ты ж, убежала. Смысл есть перейти на другую лунку. Никто не грустит, никто не скучает. Все ловят. Может быть, отчасти это рыбалка и неинтересна, что есть какая-то хоть динамика. Такая бывает. Зимой-то частенько рыбы нет. А тут фыет. Оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп. Нет. Мелковатая корешка еще, конечно. Ну-ка, давай. Оп-оп-оп. Грамм по 20 корешка, наверное. Ой, и на ту. Оп. Ну так, на две удочки я. Интересно, что клюет на две, а третья молчит. Почему такая вещь? Оп. О, чуть не ободрало мне. Мясо. Италий как-то сменил мне как что-то неудачное место свое. Он сидит вот в 30 метрах от меня и скучает. Может, позвать его к нам? Позови его с собой. Италий, иди к нам. Никуда я не пойду. У меня и здесь неплохо клюет. А то иди к нам, иди к нам. Вот. Чуть в лунку я рыбу не кинул. Так что останусь-ка я у себя и плавлю здесь. Нет, тут, конечно, да, очень сильно зависит от настроя удочек, от всего. Вот. У меня, так скажем, среднестатистически из магазина, из обычного. Как бы мормышки рабочие, рыба на них реагирует. Ну, на саму вот эту. А крючки не подходят. Ну, они используют, так скажем, классические просто. Ну, я бы поставил, наверное, чуть-чуть другие все-таки. Я и так эти уже отогнул, руками взял, пассатижев нету. Хоть какой-то угол атаки. Но это все равно недостаточно. Ну, блин, для первого опыта шикарно. Самое главное, получил удовольствие. Естественно, опыт, ну, какой-то у меня теперь уже будет, но он не пригодится, потому что у нас рыбы этой нету в московском регионе. Ну, мы изначально сгруппировались в одну кучку, и вроде как бы клевало. Но потом вот этот опыт, шум, и рыбка все хуже и хуже стала клевать. Сначала Юрий ушел, причем вот он сначала вот эти лунки просверлил. Что-то половил, ему не понравилось. Он ушел туда вообще далеко, максимально далеко от нас. И стал хорошо ловить. Вот, потом прошел где-то час. Я сместился сюда на его лунки. И как бы, видимо, здесь намного тише, чем вот там у нас в основной куче было. И рыбка клюет. То есть, хоть и большая глубина, но рыба, ну, пугливая получается все равно. Карма Лехи на корешку работает по-другому. Если в обычных ситуациях при ловле белой рыбы клев вырубает, когда включаем камеру, то как Леха приходит с камеры, корешка начинает клевать. Ну, я смотрю, и Никита пошел. Все начали туда ближе к фарватеру перемещаться. Я думаю, не последний раз в Питере. Много еще неизведанных мест под рыбалку. Диме еще надо пару раз сделать, чтобы он карму потом чистил. На самом деле, рыбы вот в Ленобласти очень много, потому что два дня мы отловили белую рыбу. И просто каждый день там, ну, так скажем, не умею ловить. Потому что зимой я ловил последний раз 10 лет назад. И снасти у меня еще оттуда, с этого времени остались. С этим учетом удавалось очень хорошо наловить. Вот, а когда я брал еще мормышку, и Гера меня научил, показал, как на мормышку ловить. Спортивные свои снасти дал. То там вообще избиение платвы пошло. Ну, давай. Рыбы очень много. Вот что мы летом ловили, ну, что-то не... Вот, видите, хорошая поклевка, но она не просекает. Никита попал в рыбу прям хорошо со своими снастями. И Юра просто методом подбора лунок нашел большую концентрацию рыбы. Вот, и у них, конечно, ловы хорошие. Хорошие, вот где-то как раз в районе 4-5 килограмм будут. Нет, самое главное, что очень-очень интересная рыбалка. Классная. Я не знаю просто, что еще сказать. На самом деле я доволен. А вот этот вот запах свежего огурца, причем я еще, когда первую рыбу ловил, вытирал об полотенце руки по привычке. Саша, говорит, не вытирай полотенце, вытирай об себя. Будешь ехать, у тебя в машине, прям вот как на овощей базе будешь огурцом пахнуть до самой Москвы. Теперь стою об себя, вытираю, как поймаю рыбу. Слышь, стой! Соберите катушку. Стой, стой, стой. Там, когда вниз пойдет кирилл, вот тогда на противоходе не дает. Было, было. Я тебе говорю! О! Огурцы! Гурцы! Юра, это самая ценная рыба в твоем пакете. Все, запомни. Запомнил. Там полных лыщих слонов существует. А, ну походу. Вот это все, да. Юра, а сколько я попал? А я не знаю, это не мои. С вами за кадром был у Леха. Пока. Эй, толпа! Спасибо. Нас улов, ну скажу так, не только мой, тут еще пособирал я со всех понемножко. Ну раз показать, что улов там сколько? Килограмма на двоих мы поймали, килограмм 4, может 5 даже. У тебя килограмма, наверное, сколько? Два? Два у меня есть, стабильно. Два есть. Ну, не пятера, но зато у тебя крупная рыба есть. Биг фиш! Я сегодня взял биг фиш. Приезжай весной, будем биг фиш ловить. Ну хотя, ты знаешь, я наловился. Корюшки, я бы, я, наверное, на два года наловился. Не, ну на самом деле, вот мне двух килограмм, хватит просто попробовать, что это за рыба. Что-то с ней сделать, покушать. Интересно, да. Спортивно, да. Но не с точки зрения понимания. Я люблю разбираться с рыбой. Здесь все понятно. Да, тут особо, ну поменяли мы место, да, перешли там 50 метров. Ну это... Ну это... Ты не можешь в каких-то особых, там, не знаю, показать какого-то особого результата. Там все не ловят, а ты ловишь. Все ловят. И вправо, и влево он. И у кораблей он, и с корабля даже можно поймать, наверное. Здесь единственное, что да, снасти очень сильно надо работать со снастями. Доделать их, и можно ловить вот на одного вот это вот все. Потому что рыба клюет очень хорошо. Тут по отчетам по 10 килограмм ловить, по 12 килограмм. Один человек ловит. За сколько? За день, за день получается. Так что, ты знаешь, по-всякому можно попасть. Ну и плюс еще, знаешь, как... 7 метров большая глубина. Была бы там метра 2-3 побыстрее было бы. Стабильный клев на две улочки еще побыстрее было бы. А если бы еще рыба попрупнее была бы средняя, то вообще бы замечательно было бы. По факту, вот, корешку ловить, это вот как уклейку. То есть, везде, и она есть. И все. Вот кто разобрался с реализацией, тот поймал. Кто не разобрался, тот меньше поймал. Но все равно поймал. Я не знаю, что надо сделать, чтобы не поймать, короче. Просто не закидывать. Увидеть меня, тебя, с такими удочками, кобылками, с такими кивками, это как увидеть тебя, наверное, я не знаю, там, с железным... Фидером, с крокодилом. С железным крокодилом, да, таким фидером. Так что, ребят, ну, к ловле корешки дело такое. Кстати, да. Увлечение любителей. Тут уж точно не соревнования не проводятся. На крокодила тоже клюет. Да, на крокодила тоже клюет. Во-во-во, Леша хоть заснял. Ребят, если вам интересны такие зимние передачи, напишите в комментариях, интересно или все-таки зимой интересно смотреть лето. Было бы интересно узнать ваше мнение и ориентироваться при наших выпусках, что интересно смотреть зимой. Спасибо всем, кто смотрел нас. С вами был Александр Дунаев. Виталий Колганов. До свидания. До новых встреч. У меня сегодня роль такая-то задумчивая. Задумчивая. Тип, короче. Божечка, эта мормышка, она сводит меня с ума. Это такой бред, этим заниматься, если честно. Ну, ты будешь, я буду рассказывать, это будет чистить. Санцоночек.